Приветствую вас. То, что я увидел в вашем тексте, исходя из того, что вы написали, это гиперответственность, такое желание помогать, возможно, людям, может быть, немного стеснительность, насчет унылости я не знаю, а вот стеснительность и скромность может быть имеется, периодичность, возможно, есть. Есть вот то, что, знаете, то, что присутствует у каждого педагога, на мой взгляд, это некая такая упорядоченность, то есть стремление к тому, чтобы все было в порядке, чтобы все было на своих местах, чтобы все лежало как нужно, где нужно. Я уверен, что у вас в вашей комнате все чистенько, все прибрано, везде все лежит на своих местах. Вот. И так далее. То есть такая вот упорядоченность имеется. И здесь мы подходим к, пожалуй, основной проблеме, по которой вас высмеивают. Это то, что вы, на мой взгляд, недостаточно спонтанны. То есть если другие спонтанны, искренние, да, они не опасаются что-то сказать, невероятно не думают о том, что сказать. Что вы, напротив, как мне кажется, у вас вот эта вот слишком сильно развитая рафинированность имеет место быть. И либо это следствие гиперзаботы родителей, либо это, наоборот, следствие того, что родители вас не очень к себе приближали. И, соответственно, вы недополучали их любви. Вот. То есть здесь, конечно, можно предсказывать разные варианты, да. Ну, например, мне видится так, что такой папа у вас такой правильный, такой душевный, но при этом человек со слабостями, да. И мама такая строгая, ну, достаточно такая жесткая, может быть. Ну, в зависимости от того, с кем вы были ближе, там это может меняться. То есть если для вас большим авторитетом был папа, то, соответственно, это папа строгий, мама такая. Либо наоборот, но, полагаю, что вот примерные фигуры такие. А вот, значит, что нужно? Ну, во-первых, не бояться истинной близости. То есть, если вы учитесь на психолога, то вы, наверное, знаете, что есть такая игра, называется «Славный малыш». Вот. Это у Бёрна, в Славдакном анализе, есть. Планы малые. Помогает всем, пытается помогать всем, пытается для всех быть хорошим. Вот. И, в итоге, оказывается, он этот человек так, что относится к нему, как к ребёнку. То есть, принимают его помощь, позволяют ему помогать, но держат его на определённом расстоянии, то есть на определённом месте. То есть, у него есть определённая роль, в которой он играет. То есть, «Славный малый» — это человек, по сути, это психотическая модель поведения. Чистый славный малый — это психотическая модель поведения, которая направлена на привязку к другим людям. То есть, потребность в других людях, потребность в собственной значимости. И, соответственно, проблема такого человека — это проблема в собственной значимости. В принципе, игра «Славный малый» считается конструктивной, но, тем не менее. Вот. У вас не чистая игра «Славный малый», на мой взгляд. У вас с неврактическим уклоном таким. То есть, вы себя подавляете. Подавляете свои желания, свои потребности. Подавляете себя, не принимаете себя. Ну вот. Ну и, соответственно, это триггер того родителя, который был у вас строгим. У вас есть строгие родители. Ну, строгие родители — это одностоящее. Это если говорить о сценарии поведения, ну или антисценарии, если у вас оба родителя такие вообще отдаленные, и делаете его очень хорошо. Но мне кажется, что в этом случае вы были бы поувереннее в себе. Соответственно, невротическое поведение, то есть, вытеснение своих потребностей напрямую зависит от личной границы принятия себя. То есть, понимаете, как бы, я не знаю, какого рода отношения вы строите. Может быть, вы выстраиваете отношения именно на нужности, на полезности вашей. Вот, потому что, ну, просто исходя из вашего сообщения, нельзя вот понять, какую именно модель отношения вы выстраиваете. Но я думаю, что вы не принимаете себя, потому что вас задевает то, что вы, ну, вот, вы смеиваете. Вы не принимаете себя, значит, вы не можете принять свои эмоции, если вы не можете принять эмоции свои, вы не можете принять эмоции других людей. И начать нужно именно с этого. С того, что вы в себе не принимаете, это первое. Почему не принимаете? Что мешает принять? Кто сказал, что это плохо, то что вы считаете в себе плохим. И какую цель прицеливал тот, кто это сказал. То есть, это вот принятие в себе гармонии. Дальше личные границы. Потребность безопасности, которой у вас нет. Безопасности вы себя не чувствуете. И личные границы у вас явно хромают, потому что вас задевает то, что говорят другие люди. Да, вот такой момент и момент мотивации помогать. То есть, я потом скажу немножко про помощь. Да? Еще. То есть, личные границы. Что приемлемо в отношении вас, что неприемлемо в отношении вас. То есть, границы внешние, границы внутренние. То есть, работа на внешние границы необходима вам. Границы выстраиваются из критериев вреда. И пользы для вас. То есть, что для вас вред, что для вас в пользу. И почему. Какое поведение приемлемое в отношении вас. Какое неприемлемое в отношении вас. И что вы будете делать, если человек сегодня нарушает внешние границы. То есть, как не помочь ему продолжать нарушать личные границы. То есть, как из этого выходить достойно. Тут может быть много вариантов, на самом деле. Да? Каждый вариант полезен сам по себе. Если вы человек, который умеет хорошо управлять контекстом, сменой контекста. То я полагаю, что вы можете меняться над собой. Это, как бы, главный антитезис другой игры. Который, как бы, называется заседание мандатной комиссии. Когда люди, другие, вокруг вас, они делают вас козлом отношения. И смеются над вам. Вот это называется заседание мандатной комиссии. И у этих людей есть также, как бы, некие свои проекции на то, как вы должны себя вести. Эти люди пытаются сделать вас жертвой своего поведения, своего отношения. Эти люди пытаются самоутвердиться на ваш счет. Я думаю, что вы знаете, что вы об этом знаете. Но самое главное, что нужно понять, это то, что, чтобы выйти из состояния жертвы, нужно перестать вести себя, как жертва. А перестать вести себя, как жертва, можно в двух основных направлениях. Первое, это посмеяться над собой. Вместе с ними посмеяться над своей прической. То есть, показать, что вас вообще-то не задевает. То есть, что вы принимаете их плюсы, принимаете то, что это смешно, как бы зло это не было. И люди тогда поймут, что с вами это не работает. И для их цели это не подходит. И они выберут либо другого человека для этого. Либо будут искать иные способы самоутвердиться за ваш счет. Более интеллектуальные этапы, скорее всего, они проиграют вам. Либо вы игнорируете полностью. То есть, ведете себя так, как будто ничего не произошло. И продолжаете общаться с ними там и так далее. То есть, это вот такой момент. Но для этого необходимо, чтобы вы принимали себя в любом случае. Чтобы вам никто не мог сказать ничего нового о себе в любом случае. И чтобы вы были готовы воспринимать подобные вещи о себе в любом случае. Если какие-то обиды есть, то нужно обязательно анализировать, почему вам обидно, из-за чего вам обидно. И корректировать свое поведение обидно, это то, что не соответствует вашим ожиданиям. Ваши ожидания, это ваше желание. Соответственно, ваше желание нужно реализовывать самостоятельно. Обида, это не внесение коррективов в свое поведение, в окружающее вас. Значит, при условии, что вам оно не нравится. То есть, человек обиделся, спроектировал на других, мол, это они виноваты в том, кто меня задел. И все. А это значит, что рано или поздно, такой человек попадет вновь в ситуацию. В такую же ситуацию. И, собственно, все повторится вновь. Дальше. Я хотел вам сказать, что при условии, что вы учитесь на психолога, а значит, по идее, должны изучать социальную психологию, у вас весьма неграмотное представление о том, что такое коллектив и что такое группа. То есть, вот, социальное образование, социальное образование, да, вы интерпретируете неверно. Надо же, чтобы вы знали, что коллектив – это то, в чем вы не находитесь. Коллектив – это то, что не является тем образованием, в котором находитесь вы и на работе, и в учебном учреждении, и так далее. То, что вы, то, в чем вы находитесь – это группа. Это группа людей. В которых нет своей подгруппы. Это именно группа, не коллектив. И тут у меня, не как вопрос, опять же, насколько вы ориентируетесь в группе. Понимаете ли вы, кто лидер группы, кто заводил, как бы, кто задает общий настрой группы. Понимаете ли вы, какой это лидер, на что он ориентирован, в первую очередь. Какой это тип лидеров. Почему эти люди сделали вас, так сказать, своей позицией. Скажем так. И так далее. То есть здесь я бы рекомендовал вам немножечко более лучше изучить вопрос. В том, что касается коллектива, что касается группы, и так далее. Далее. Немножечко такой экзистенциальной психологии, да, можно сказать, что люди всегда видят угрозу в тех, кто не похож на них. Это угроза их хоптит. Это угроза их складов. Угроза их укладу, порядку, стилю жизни. Если вас высмеивают, значит, вас необходимо принизить. Вопрос. Зачем? Задайте его себе. Можете быть именно потому, что вы работаете. И тем самым вы принижаете других людей. Они понимают, что вы работаете, что вы лучшие, и пытаются воспринимать. Говорят, что вот пчелка, типа, и так далее. Задумайтесь на этом. Далее. Значит, чтобы научиться ладить с людьми, хочу на всякие мероприятия, выпуски, презентации. То есть, правильно я понимаю, что с людьми ладите вы плохо. И для этого ходите на всякие мероприятия. У меня вопрос. Зачем вы на психолога пошли? Зачем? Какой цель? Вот. То, что вы болтучка? Ну, это хорошо. Тут у вас два раза рассказывает слово унылое. Это вот выдается психоаналитически и здесь у вас есть депрессивный триккель. То есть, как бы вы не были болтучкой, знаете, как у Юнга в маске. вот как бы болтучка не была вашей смазкой, а в действительности вы унылое. Но унылость свою вы боитесь показать. Потому что, понимаете, наверное, что люди этого не воспримут. Отчасти вы правы, конечно, может быть, но, тем не менее, сама формулировка унылость или унылое человек это субъективное восприятие наблюдателя. и субъективное восприятие наблюдателя именно исходя из его предпочтений. Для нас будет лучше, если вы не будете бояться раскрыть себя. Ну, соответственно, тоже вот этот момент, связанный с масками, с персонами, у Юнга вы можете посмотреть. в школе была ответственная за правду. Ну, интересный момент, да, почему? Так, не успел зайти в этот ресторан, как мы давно начали смеяться, потому что мы увидели, кем я подрабатываю. Не очень понятно, если говоря. во-первых, если вы знали, что группа вас не очень любит, зачем вы пошли с ними в ресторан? Во-вторых, как они могли увидеть, с кем вы подрабатываете? Вы что, пришли и сразу пошли работать, или вы им рассказывали, где вы работаете? Я не понял смысл этой фразы завершен. Почему везде все хорошо? Знаете, в других местах, вероятно, вы еще ни с кем не соперничаете, не конкурируете. Вот. То есть вы конкурируете только со своей группой. другим людям пока вы больше полезны, нежели чем угроза для них. А, опять же, группы вы конкурентны. Для учебной группы. Поэтому университет стал для вас адом. Но ад, что-то вы называете адом, только для вас. Потому что он скрывает ваши слабые стороны. Нужно эти слабые стороны увидеть и либо сделать сильными их, либо перестать обращать внимание. Потому что противно в случае психологом работать вы не станете. Не сможет. Просто. Дальше. Значит, так. Специальность нравится, учеба легко дается, переводиться не хочу, учусь на психолога. Зачем? Вот, учусь на психолога, на первом курсе помогала другим, но со временем перестала. Было слишком больно от насмечек. Ну, смотрите, вам больно от насмечек, да, вместо того, чтобы понять почему вам больно, и понять, что это ваша проблема, вы перестали помогать. Для этого я делаю вывод, что вы помогаете не для себя, а для других. Стоит помощь это средство получить какую-то награду, или как выражается опять же языком анализа взаимодействия, получить поглаживание. Опять же, вы как психолог это должны знать. Я надеюсь. соответственно, насмечки это игра, просто игра, игра в заседание мандатной комиссии, как я уже сказал, и это просто игра, это просто способ взаимодействия людей и не более того. но тут вас это задевает и говорит о том, что вы в себе это не принимаете. А все возникает предположение, что на психолога вы учитесь для того, чтобы компенсировать в себе эту неуверенность. Либо чтобы помогать людям для получения вот этого вот бонуса. Выписьте насчет. Мне выписали таблетки. Пью каждый день, без них начинаю часто плакать. Вы сами считаете такую ситуацию нормальной для себя? вам выписали таблетки от чего? Что они лечат? Или ничего не лечат? Просто выписали и пьете? Если вы пьете таблетки, значит вам нужна психотерапия, а не просто таблетки. Таблетки это просто снимает симптомы. Психотерапия производится путем работы индивидуальной. как я не пыталась меняться, отношения ко мне становятся только хуже. Именно поэтому вы пытаетесь меняться. И именно кто-то вы пытаетесь меняться говорит о том, что у вас нет внутреннего стержня, нет я, нет личной границы и личного пространства своего. Возможно это экзистенциальная проблема, возможно это проблема ценностей, то есть культурно-исторический аспект проблемы, возможно это родительский сценарий идет, возможно это проблемы личностного роста, выбора и так далее. разбираться более подробно. Ну а далее вы начинаете гадать. Думала может слишком высокомерно, старалась понять других, для чего, может это уныло или стеснительно, вот опять у нас уныло, стала больше знакомиться, общаться, заводить номер друзей. Ну а вы сами где? Знаете, люди, они будут вечером всегда недовольны. Люди либо принимают вас такой, какая вы есть, либо не вот вы меняетесь, говорит о том, что вы себя не принимаете. А значит вас и не примут другие. Понимаете? Где вы настоящие? Во всем этом где вы настоящие? Каким я буду психологом между в своем коллективе Белая Ворона? Ну вы знаете, вообще-то говоря, психолог это специалист, который работает с проблемой, что ему предоставляет их клиент. И пока к вам проблемы никто не обратился, вы психологом не являетесь. То есть не надо думать, что вы являетесь психологом 24 часа в сутки. Вы же понимаете, что строитель, он является строителем только когда строят что-то. к людям без спроса, без разрешения лезть с советами психологически не нужно, не стоит. Только если они вам попросят или вы видите, что человек находится в кризисе и ему нужна помощь. тогда да, тогда вы психолог. В других случаях нет. То, что могу вам сказать. Если помогаете кому-то, помогайте так, чтобы не вредить себе. Помогайте для себя, то есть не ждите от людей чего-то. Если вам нужно что-то, подумайте, что именно, добейтесь с этим. Но не помогайте людям. Не превращайте помощь в средства. Что могу сказать. Вы молодой специалист. Я думаю, у вас впереди еще большое будущее. Но мне кажется, что если вы собираетесь заниматься практикой консультирования психологического, то вам обязательно нужен супервизор. Самый специалист руководитель, который вас будет вести и помогать вам. А также вам необходима собственная проличность, терапия, хорошее психологическое здоровье. продвигает А что я могу сказать. Я предлагаю мои услуги здесь. Как я работаю, вы можете увидеть в моих аудиозаписях других. Вот. Но вы можете выбрать и другого себе любого эксперта на нашем ресурсе, если он вам понравится, сделать его своим супервизором и работать с ним. Потому что этот психотерапевт выписал таблетки, которые я пью каждый день, непонятно от чего, непонятно сколько я буду их пить и от чего я плачу, то бишь жалею себя, то бишь чувствую недостаток собственной значимости и любви. Но это очень серьезный симптом, который не позволяет говорить о том, что сами без супервизора вы ставите все психологически работаете. Потому что это что-то происходит сейчас, это очень невинно все в сравнении с тем, что будет дальше в серьезной работе, когда вы будете работать с другими людьми и клиентами, которые часто будут приходить агрессивными, злыми, будут заниматься переносами на вас, проекциями, и так далее. Знаете, что, например, для психоаналитика основная задача состоит в том, чтобы клиент наполнил его своими проекциями. Это очень такой длительный процесс. А это негатив, как правило. вопрос «Можете ли вы стать таким вот символом для негатива клиента?» На мой взгляд, сейчас нет. Если хотите быть психологом, если хотите заниматься психологией, если хотите помогать людям, я рекомендую вам подумать о регулярной психологической работе, проконсультируйтесь у своего врача, чтобы он вам подсказал направление, да, запрос лучше сформировал, либо просто подсказал от чего таблетки. Потому что это очень пренебрежительное отношение к своему здоровью. знаете, есть такая книга, я не помню, как она называется сейчас, тоже психологическая забота о себе что-то такое. Попробуй тебе сказать, что-то в интернете, давно уже о ней, и о ней я слышал. Вот. Там будет некоторые рекомендации, которые вам необходимо выполнять. Что касается того, что над вами смеются, я рекомендую почитать книгу «Я умею прыгать через лужи». Что касается культуры вашей, возможной культуры, то здесь мультфильм старый, просто так. Он коротенький, обязательно посмотреть. Ну, и обязательно супервизор, обязательно руководитель, обязательно. Для вашей работы это необходимо. Вот. На этом все, надеюсь, что помог вам, если вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. мультфильм. Если ресурemed пувся, его меньше пувся. Продолжение следует...